Немцы остановились на этой черте. Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных складов на Украине. Также осторожно был разрешен в колке вопрос об отношении к обеим добровольческим группам – Денитинской армии и Дроздовскому отряду. Добровольцы исповедовали две заповеди – уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами, то есть верность союзникам до грубо. Первое казалось немцам разумным и хорошим, второе они считали не слишком опасной глупостью. Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев. Дроздовцы и Денитинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле. Так Дроздовскому отряду во время похода из Кишинева на Ростов пришлось однажды переходить реку. С одной стороны ее в Бориславле стояли немцы, с другой у Каховки – большевики. Немцы не могли форсировать мост через реку. Тогда дроздовцы сами форсировали мост, выбили красный отряд из Каховки и, не дожидаясь от немцев благодарности, пошли дальше. Такое же, но в более крупных размерах, противоречие встало и перед Деникиным. В конце апреля растерзанные под Екадерина даром остатки добровольческой армии кое-как добрались до района станиц Егорлыкской и Мечетинской, верстах 50 от Новочеркасска. Здесь неожиданно пришло спасение. Весь, что Ростов занят немцами, Новочеркасск – атаманскими донцами. Красные оставили в покое добровольцев и повернули фронт против нового врага – немцев. Добровольцы могли передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами. В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии. Все станции от Тихорецкой до Батайска были забиты огромными запасами военных материалов для готовящегося контрнаступления Красных на Ростов. Генералы Марка, Багаевские и Ердели тремя колоннами бросились в ближайший тыл Красных. На станциях Крыловская, Сосыка и Новая Леушковская разбили эшелоны, взорвали бронепоезда и с огромной добычей ушли назад. Степень. Наступление Красной армии на немцев было суровно.